Был сильней, мы проиграли. Конечно. Хотели другого результата, но получилось. Получилось так. Спасибо. Привет. Вратарь Рейнджерс Игорь Шестеркин сыграл второй матч на ноль подряд. И снова соперником стал клуб из Нью-Джерси. Видимо, нью-йоркцам лучше не играть с другими соперниками. Акбарс завершает сезон, так ничего и не выиграв. Клубу летом нужны перемены, но не кардинальные. Им нужно что-то делать с составом. Но Акбарс не сумел выйти в финал Кубка Гагарина, проиграв в седьмом матче Авангарду. Дмитрий Квартальнов взял всю вину на себя, отказавшись обсуждать любых хоккеистов. Видимо, перенес конкретику на итоговую пресс-конференцию. Там скажет, почему ключевые спортсмены в плу-офф были не похожи на себя. Кто пригласил Домса, который с года в год в плу-офф превращается в уставшего ветерана? Чья идея была позвать Дакосту, откровенно валявшего дурака даже в серии с Авангардом? У Квартального заканчивается контракт, команда ничего не выиграла. Бронцевые медали не тот трофей, который стоит 900 миллионов, не считая расходов на тренерский штаб и офис. Но я не думаю, что в клубе будут менять тренера. Да и тот случай, когда непонятно на кого. Возвращать Берлидинова, уговаривать Быкова. По-хорошему пригласить бы качественного иностранца, но никогда не знаешь, что он и говорит. Придет такой, как Билл Питерс, проблем не оберешься. Нет, кроме Квартального, никого и не видно на горизонте. В этот раз клубу надо очень хорошо поработать на рынке, не допустить грубейших ошибок в селекции. Не должно быть такого, что 4 из 5 регионеров в ключевом матче остаются в запасе. Не может такой клуб не иметь ни одного защитника, умеющего хорошо атаковать. Думаю, что не тренер, хотя и его вина есть, стал виновником неудачи, а именно подбор хоккеистов. Вопросов нет лишь кормье, но он не тот, кто может определять результат. Акбарс заслужил за сезон оценку плохо с плюсом. На другое без финала рассчитывать нельзя. Вадим Шипачев подписал новый контракт с Динамо на 3 года. Там куча денег, нет смысла о них говорить. Белоголубые получили лучшего центра страны и теперь найти крайних будет гораздо легче. Молодежная Динамо в серии буллитов обыграла Локо 2-1 в первом матче финала Кубка Харламова. Многие из этих ребят поедут в Америку, но им нужно брать пример Самирова. Нападающий Родион Амиров принял очень здравое решение. Подписав контракт с Торонто, он добился, чтобы его на сезон отдали в аренду в КХЛ, а если в канадском клубе не будут рассчитывать на него и через чемпионат, то аренду продлят. Идеальное решение, другим бы стоило взять пример с форварда. Амиров выбран в первом раунде драфта НХЛ, но за минувший сезон он ни разу не показал, что готов к серьезным испытаниям. Не вытянул на молодежном чемпионате мира, затерялся в Салаватию и Лаве, даже не помог толпару выйти в финал чемпионата НХЛ. Он очень сырой, ему невероятно трудно пришлось бы даже в фармклубе, и Амиров осознал это. Другие хоккеисты, ослепленные Северной Америкой, все равно едут, а потом мучаются, но Родион пошел другим путем. Теперь Амирову надо сосредоточиться на своей игре, становиться мужиком, рвать в КХЛ, а не полагаться лишь на свое красивое катание и прекрасную технику. Все-таки играть во взрослом чемпионате это большая работа. Стоит ему добавить в продуктивности, улучшить физическое состояние, так сразу он выйдет на первые роли не только в клубе. А там и в НХЛ можно попробовать. Никто же не отрицает, что Амиров очень талантлив. Надеюсь, что и многие другие хоккеисты последуют примеру Родиона, а не, например, Григория Денисенко, безвылазно сидящего в ВХЛ. Денис Гурьянов издался, неожиданно взбодрился после новости о том, что Радулов пропустит окончание чемпионата. Прошедшие ночью на счету Дениса два гола и передача в матч против Каламбуса. И последнее. Никита Гусев дебютировал за Флориду в матче против Тампы, которая его когда-то задрафтовала. 18 минут, минус один, три броска и поражение команды в овертайме. Ну и стоило ли затевать обмен? В Югре его ждут всегда обратно. До свидания. Конечно, есть ошибка, есть много ошибок. Мы хотели выиграть кого-то, там не поставили, кого-то заменили, кого-то, еще раз говорю, виноват. Тренер, еще раз говорю. Я не буду никому никакие сказки рассказывать про это, про то. Мы проиграли, значит, мы что-то упустили.